Ну что, друзья, так уже получилось, что диктует эпидемия нам свою своеобразную моду. И маски – это не всегда должно быть убого. Медицинские маски теперь уже стали элементом повседневной одежды. И это всего лишь констатация факта. Ношение маски теперь стало не просто желательным, а иногда и обязательным. Например, в общественных местах, в госучреждениях, ну и так далее. Но если говорить по совести, то маска уродует общество. Она превращает всех в серую массу, что не может не угнетать. Худо-бедно, но с эпидемией наша жизнь не закончилась. Мы продолжаем работать, встречаться, перемещаться. Ну, кто может, конечно. И очень хочется, чтобы в это нелегкое время, когда социальные аспекты этой вот ситуации, то есть эпидемии этой, угнетают больше даже самой опасности заболеть, сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Ведь депрессия только усугубляет эту ситуацию. А обычная медицинская маска точно не способствует тому, чтобы поднять дух. Более того, одежду вы меняете, а маски у вас у всех одинаковые. Но, коль скоро это обязательный аксессуар, то имеет смысл сделать из этой серой убогой вещи стильную штучку. Вы можете выразить таким образом свое отношение к любой ситуации. Это может быть такой ваш своеобразный статус или кредо. А можете сделать себя уникальным для того, чтобы и в маске вас можно было узнать даже в толпе. Может быть, это будет просто ржачная маска. Ну, чисто по приколу. А может быть, вы и ваши единомышленники решите затеять флешмоб. Ну, так вот, не нужно специальных футболок, толстовок, кепок, бейсболок. Все может быть отражено на маске. А еще это может быть корпоративный аксессуар. Да и вообще, можно устроить в настоящий венецианский маскарад. Субтитры сделал DimaTorzok